Запрет Яндекса и ВКонтакте мало чем отличается от, например, запрета Кристине Арбакайте выступать в Украине. Арбакайте было под силу собрать в четырех украинских городах-миллионников концертные залы дважды в год. Харьков, Одесса, Киев и Днепр суммарно могли обеспечить российской певице восемь выступлений. С учетом того, что средний гонорар исполнительницы ее уровня колеблется в районе 15 тысяч долларов, то годовые потери от запрета это 120 тысяч долларов. Умножаем на три, именно на три года ей запрещено въезд в Украину и получаем 360 тысяч. Именно столько Кристина Арбакайте потеряла из-за одного концерта в аннексированном Крыму. Санкции инструментальны. Они выполняют роль кнута. Несоблюдение украинских законов чревато для физического и юридического лица потери украинского рынка, емкость которого достаточно велика, чтобы уход с него нес ощутимые финансовые потери. И в этом смысле нет разницы между исполнителем популярных шлягеров и крупной интернет-компанией. Соцсети, антивирусы и поисковики – это не благотворительность, а бизнес, господа. Да, тот самый российский бизнес, который мало чем отличается от завода или авиакомпании. Он точно так же нацелен на получение прибыли, как и любой другой игрок на рынке. А украинский рынок для всех этих компаний был ценен своими размерами и капиталоемкостью. Любые разговоры о том, что запрет бьет по пользователям, ничем не отличаются от жалоб на запрет прямого авиаснабжения с РФ. Ведь прямые рейсы с Россией стали жертвой неукраинского волюнтаризма. Они стали невозможны из-за того, что российские авиакомпании нарушали украинское воздушное пространство, совершая рейсы в аэропорт Симферополя. Запрет ВКонтакте, Яндекса или Лаборатории Касперского – это не столько запрет доступа к их продуктам, сколько сокращение их потенциальной прибыли. Современный мир дает немало возможностей обходить блокировки, и опыт соседней России тому подтверждение. Но новые санкции делают невозможной работу юридических лиц на территории Украины. Кто-то скажет, что этот запрет косвенно бьет по украинской стороне. Да, возможно. Российские авиакомпании тоже заказывали у украинских аэропортов обслуживание самолетов. А Кристина Арбакайте снимала номер в украинских гостиницах и ела в украинских ресторанах. Но это принципиально ничего не меняет. Потому что любая оборона – это издержки. Армия стоит денег, как и оружие. И если вы думаете, что в современных войнах сражения идут только лишь на поле боя, вы заблуждаетесь. Я много слышал о том, что новые санкции заставят украинских пользователей перестраивать привычный быт. Могу за них искренне порадоваться. Потому что любая война – это выход из зоны комфорта. И если все, чем вам приходится жертвовать – это лишь цифровая продукция страны-агрессора, то вы необычайно счастливый человек. Многим так не повезло. Спросите у переселенцев и беженцев. Будете скучать по мусорным российским соцсетям? Зачем? Зачем вам пользоваться этим шлаком? О какой цензуре вы печалитесь? По какому контенту вы будете скучать? По сотням пабликов ДНР, ЛНР, ВКонтакте? Или по порнухе и синим китам в свободном доступе для детей? Или по российским новостям и патриотическим российским сериалам на первом? Ну и ладушки. И хрен с ним с этим зомбирующим российским ТВ. И мусорными российскими соцсетями. Надеюсь, я доживу до тех дней, когда в Украине общество и власть будут готовы ничего не запрещать. А все российские сервисы будут общедоступны. Но пользоваться ими среди украинцев будет не КМЛФО, как во многих других странах. А пока одни хоронят убитых на Донбассе украинцев, другие в солидарность с Москвой ходят маршами памяти. И третьи платят в кассах Сбербанка России. Некоторые вещи приходится делать добровольно-принудительно. Уверен, даже если это поколение не поймет, следующее скажет спасибо.